Добрый день, дорогие наши зрители, читатели! Сегодня мы общаемся с замечательной женщиной, волонтером, мамой и кандидатом в народные депутаты по 27 округу Татьяной Рычковой. Добрый день, Татьяна! Татьяна, ну все знают о вас как о легендарном волонтере. А чем вы занимались до 2014 года, до вот этих всех трагических событий? Я занималась семьей, развивала с мужем свой маленький бизнес, занималась ребенком, возила его на тренировки, в школу. У меня была обычная жизнь, как у всех. И что вас подвигло в 2014 году заняться волонтерством? Мой муж 8 марта пошел в военкомат утром и позвонил мне уже из 25-й воздушно-десантной бригады, сказал, что он теперь служит в 25-й бригаде, пошел добровольцем. У него очень болела душа за Крым, занимался фридайвингом, мы любили отдыхать в Крыму. Болела душа за друзей, которые там живут, в Крыму. Он пошел добровольцем, я приехала туда, привезла ему вещи и поняла, что все буквально раздетые, кто в чем был, военкомат пришел в том и вернулись, приехали в бригаду служить. Одежды не было, формы не было, ребята мылись обраткой от отопительной трубы, не откручивали, так добывали, так скажем, воду, душевые не работали. В общем, плачевная ситуация была, и я начала помогать им. Я помогала сначала своими средствами, у меня была продана дача, я собиралась купить очень модную итальянскую печку в пекарню, это превратилось в спальники. То есть свой бизнес вы продали, да, по сути? Да. Я начала продавать оборудование, все деньги, которые были мои, тоже ушли в бригаду. Потом помогали родители, а потом помогали все, вся Украина, все люди. И потом следующий ваш этап, это работа в Министерстве обороны, да? В каком году вы туда пришли и что вы там делали? Ну, это было для меня, для меня было сложное решение, идти в Министерство обороны. Все знают, насколько все любят и уважают волонтеров, насколько волонтеры востребованы, их любят ребята в войсках. Я приняла для себя это решение, когда утвердили военный сбор, когда пошли большие отчисления в Министерство обороны, был утвержден бюджет и поменялся Министер обороны. Какая цифра тогда была? По-моему, порядка 50 миллиардов. Вы знаете, я к цифрам сильно не привязываюсь. Мы просто понимаем, что сумма большая, да. И меня интересовал вопрос, почему мы собираем деньги на помощь армии, когда есть средства государственные, которые должны идти по назначению. Это наши с вами налоги, наши с вами отчисления. И тогда поменялся министр обороны и приехала в Министерство обороны и сказала, настаивала на том, что я буду заниматься материальным обеспечением военнослужащих. И прямо вот так все согласились? Ну, я умею убеждать, скажем так. Ну, в принципе, Министерство обороны. Сначала словами, а потом делом. И люди уже прислушивались, генералы и все, потому что я человек дела, я если что-то начинаю, я заканчиваю это до конца, и у меня есть результат. Но это благодаря поддержке Министра обороны, да? Вы знаете, не всегда, все мы люди, не всегда даже Министр обороны видят картинку, которая будет впереди и не всегда понимают, зачем это надо. Вот ваша должность там была советник, да? Помощник. Помощник. Помощник кого? Министра. Помощник министра. И вот чем из того, что вы сделали, что вы закончили, какие проекты, которыми вы гордитесь? Я создала центр материального, развития материального обеспечения вооруженных сил, который переходит, переводит нашу армию на стандарты НАТО. Это вещевое обеспечение новое. Это обеспечение ребят не только формой, амуницией, новыми видами продуктов питания, введение нового эксперимента по питанию. Там огромный спектр работы, которые проводятся сейчас. Это открытые подписанные ТУ, разработанные вместе со всеми производителями. Смотрите, если мы сейчас возьмем, потому что что такое ТУ, не всем понятно, да? Это достаточно специфическая вещь. Если мы возьмем солдата, который сегодня служит, украинского солдата, и солдата времен 14-го года, то чем, что в его жизни изменилось, и что из этого, к чему из этого приложили руки вы? У него теперь новые берцы, которые не промокают, все сезонные. Мы сейчас их еще более усовершенствуем, они будут, скажем, как американские. У них сейчас не синтетическая форма, а хлопчатобумажная, которая не горит. У них есть разгрузки, РПСы, которые мы, будучи волонтерами, покупали. У них огромное количество введено других сопутствующих, помогающих в бою разных предметов. То есть там огромный список, которые можно зайти и посмотреть на сайте Министерства обороны. Плюс поменяли нормы. Раньше положено было раз в год менять форму. Сейчас форма положена раз в год две формы. Ребятам, которые воюют, форма меняется раз в три месяца. Это все открыто, это все есть на сайте Министерства обороны. Каждому бойцу выдается две формы. Одномоментно. Разумно, да, одна же там стирается как-то так. У нас введены теперь рюкзаки, баулы. То, чего не было вообще у нас в войсках. Можно, у меня все всегда открыто. Мы все вывешиваем на сайт Министерства обороны. И любой военнослужащий может зайти и посмотреть, что ему положено и в каком объеме за год. У меня помимо материального обеспечения сейчас проходит и успешно прошел эксперимент по питанию в войсках. Но это еще не конец. Нам надо вводить этот каталог еще и на другие воинские части. У нас есть разные части сил специальных операций. У нас есть летчики, у которых другой летный паек. У нас есть ребята, которые защищают нас в зоне АТО. И нам надо провести еще эксперимент по разным направлениям. И сейчас идет большое сопротивление. Нам не дают провести этот эксперимент, потому что тогда закончится монополия у поставщиков продуктов питания. Ну вот смотрите, вот сейчас, допустим, вы победите. Допустим, вы пойдете в Верховную Раду и станете одним из 450 депутатов, ну, к которым отношение, наверное, еще хуже, чем к чиновникам Минобороны, да? Вот. А то, что вот эти вот все ваши проекты, которые вы делали, там, внедрение проектов по питанию и так далее, как вы оставляете вот эти важные вещи? Я вам сейчас все расскажу. Все легко и просто. Я до этого не смотрела, кто генерал, не генерал. Я вижу цель, я иду к своей цели, мне надо завершить то, что я начала. Иначе я не могу. У меня есть команда, наша команда большая, волонтерский десант в Министерстве обороны, который как работал, так и будет работать. А я им буду только помогать. У меня вчера разрывался телефон, у нас будет закрытое совещание по питанию, где будет рассматриваться в кабинете министров, в разрахунковой палате, где будет рассматриваться продолжение нашего эксперимента по питанию. Но нас туда не пускают. О, Боже! Нас туда не пускают, у нас официально нет туда доступа, и получить никакой госслужащий или военнослужащий, как я, не могут. Это закрытое совещание. Так как народный депутат, я с легкостью могу прийти на это совещание и доказать необходимость ведения этого каталога. То есть сейчас у вас воинское звание, да? Я старший лейтенант. Я старший лейтенант. А другие волонтеры, они тоже с погонами? Нет, другие волонтеры. Я единственный человек, который подписал контракт, потому что я была все время с военнослужащими, у меня была военная кафедра, поэтому мне как бы было легче. А другие ребята, они просто служащие Министерства обороны. То есть вы собираетесь прийти в Верховную Раду и продолжать делать то, что вы делали? Или у вас есть еще какие-то мысли? У меня есть еще мысли. У меня огромное количество мыслей. У меня, помимо того, чем я занималась материальным обеспечением и снабжением военнослужащих, у меня еще есть направление морально-психологическое обеспечение военнослужащих. Вот эти капелланы, психологи в войсках, они вошли в войска с моим приходом. Это тоже была война на уровне Генерального штаба и Министерства обороны. Мы сейчас обучаем этих людей. И у меня лежит большое количество законопроектов, порядка 10, которые касаемы дисциплины в войсках и социальной поддержки членов семей военнослужащих и военнослужащих. И эти законы я разрабатывала вместе с ребятами, которые находятся на фронте. И перед тем, как принять решение идти в Верховную Раду, я общалась с людьми во дворах, не только со своими соседями, родителями, пенсионерами, учителями, которые учат моего ребенка. Я общалась также с людьми во дворах. Не только на своем округе, на котором я иду баллотироваться в нардепы, а я общалась со всеми людьми просто на набережной, просто на улице, и чтобы понять, какие проблемы у нас существуют. Давайте 10 законопроектов. Проблемы те же самые. Довольно много. Но о чем они? Конкретно законопроекты, которые мной уже поданы. Ну вот вы говорите, лежит 10 законопроектов и ждет. Да, лежит 10 законопроектов. Один из проектов это военная полиция, которую тоже с боем не придется бороться за этот законопроект. Сейчас дисциплиной занимаются те же самые ребята, которые должны выполнять боевые задачи. А во всех странах мира есть отдельные подразделения, как наша полиция, только она военная, специализированная. Она занимается дисциплином военнослужащих в войсках. У меня есть законопроекты, которые позволят ребятам проходить реабилитацию, не теряя свой основной отпуск. У меня огромное количество законопроектов, которые где-то ходят по комитетам Верховной Рады. А конкретно, что сейчас, с чем я сейчас иду, общаюсь с людьми. Очень часто просто у меня болит душа за тех, кто нас защищает. У меня болит душа сейчас за тех людей, с которыми я общалась во дворах. На прошлой неделе я встретилась с женщиной. Она живет сама с сыном-инвалидом. У нее по суду за неуплату коммунальных услуг забирают квартиру. Забирают квартиру. Я подняла статистику. 39 квартир забрали за этот год у пенсионеров. Именно коммунальных услуг? Именно коммунальных услуг. Начисляют пени, штрафы. Я просто категорически против того, чтобы людей, социально незащищенных, выгоняли на улицы. Это катастрофа. И первый законопроект, который я и моя команда разработали, это наложить мораторий на отчуждение имущества у социально необеспеченных людей. Ну, наверное, не все хотят, чтобы вы победили. Тут у вас оказалось огромное количество тезок. Четыре Рычковых будет в одном бюллетене. Во-первых, как вас отличить от отклонов? Ну, у всех, насколько я знаю, разное отчество. Я Татьяна Борисовна Рычкова. Там, по-моему, есть Петровны. Я не помню, кто еще. Я не сильно в Микалове. Итак, дорогие избиратели, Татьяна Борисовна Правильная. Вот если вы хотите голосовать за эту женщину, она Борисовна. Обращайте на это внимание. А еще будут какие-то, я не знаю, значки? Да, сейчас мы работаем над несколькими законами. Я встречалась с предпринимателями, у которых просто забирают имущество, а потом они приносят деньги в конверте, чтобы им его вернули. Там есть законопроект, но нужно внести буквально пару строк изменения в этот закон. И люди будут платить в бюджет средства за аренду этих помещений, за аренду этой земли, а не платить кому-то в конверте, в карман. Потому что это огромные суммы. Это вы про самозахваты говорите? Самозахваты, так точно. И нет возможности людям официально оформить свой бизнес. То есть такие условия созданы для того, чтобы просто кто-то получал денежные средства, и они не уходили в бюджет. Врачи мне помогают сейчас тоже к изменениям некоторых законопроекта. Учителя включаются. У нас собрались такие волонтерские экспертные группы, и они мне помогают, потому что они знают, что им надо. То есть там вокруг вас такая достаточно большая, да? Огромное количество людей. Огромное количество людей. Огромное количество людей, не только военные. У меня люди на пути встречаются очень хорошие. Ну, в общем-то, не всегда везет, да, потому что недавно ограбили вашу общественную приемную, какие-то были не очень хорошие люди. И чем дело кончилось? Чего вынесли? И как? Писали ли вы заявление в полицию? Это напоминает 90-е годы. Конечно, писали заявление, у нас есть видеозапись, мы передали ее в полицию. Украли у нас оргтехнику, причем не взяв при этом телефоны, принтере, кофемашину. Взяли только компьютер. Они, может быть, им нужен был не компьютер, а содержимое его? Конечно, они хотели увидеть списки общественных организаций, волонтеров, людей, которые работают со мной и верят в меня, и агитируют за меня. Но это данные переносятся, поэтому я думаю, что ничего у них по итогу не вышло. Но, тем не менее, личную информацию людей они украли, да? Да, личной информации людей там нет. Самое печальное, что там есть обращение граждан города Днепропетровска с их проблемами. Так как финансов у меня личных нету, поэтому мы пытались работать, как я работаю в Министерстве обороны, найти статьи и указать нашему местному власти на их какие-то проблемы и ошибки, на выделение денежных средств. Мы, общественные организации, работали с ЖЭКами, то есть мы пытались, у нашей власти пока есть кредит доверия, мы пытались как бы направить денежные средства государственные из городского бюджета на нужды наших граждан. У вас есть предположение, кто это мог быть, кто мог быть с заказчиком? Я думаю, что это нет. Я думаю, с этим разберется полиция. Мы передали все данные. Ну, а лица видно этих людей? Да, видно. И тем не менее, никак, да? Пока еще у меня нет никакой информации. Еще одна такая достаточно детективная история про человека, который представлялся родственником одного кандидата, звонил вашей родственнице. Представился Русланом сына Загида Геннадича Краснова. Расскажите подробнее. У меня, у моего покойного мужа есть старший брат. Он сейчас проживает в Австрии, он работает, за 15 лет проживает в Австрии, он программист. У него жена тоже Татьяна Рычкова. И к ее матери позвонил молодой человек, представился сыном Загида Геннадича Краснова, попросил встречи и предложил денежную сумму для того, чтобы ее дочь зарегистрировалась против меня же по 27 округу. А какая сумма? Она даже слушать не стала. Не встречалась? Просто очень интересно, если встретиться и узнать, это действительно он или нет. Они очень переживали и не хотели меня расстраивать. Пенсионеры, пожилые люди, они не хотели меня расстраивать, не хотели вообще мне об этом говорить. То есть вы думаете, что это вышли просто по фамилии искали? Конечно. Дивная совершенно история. Итак, напоминаем еще раз. Борисовна, да, правильная Татьяна Рычкова, она Борисовна. Борисовна. Еще одна интересная, ваша интересная инициатива, это оставлять 20% военного сбора на территории. Это касается только таких прифронтовых мест, как Днепр или всех остальных? Ну, я написала пост в фейсбуке, не писала его развернуто. Я объясню для наших зрителей, читателей, что я имела в виду. Неделю назад Сергей Рженко вышел с новостью о том, что привезли раненых бойцов, и у нас закончились антибиотики. Он обратился в местный совет, в облсовет, просил выделения денежных средств на эти антибиотики. У нас выделяются медикаменты бесплатные для областных и городских больниц, исходя из количества людей, проживающих в нашей области, в нашем городе. Дополнительные не выделяются, а такие узконаправленные, как нужны нашим ребятам, получившим тяжелые ранения, их вообще нет. И они же очень дорогие, да? И они очень дорогие. Я вот покупала эти антибиотики. Один антибиотик стоил порядка 500 гривен. Один. А их же надо не один раз в день. Порядка потрачено было 7 тысяч гривен, это на два дня. Они очень дорогостоящие. Это на одного бойца? Это на одного бойца. Там разный спектр антибиотиков, очень тяжелые раненые. Поэтому возникла такая инициатива выйти с этим законопроектом. Ну сейчас, да, 3 миллиона дали из областного бюджета. Да, слава богу, дали. И каждый раз надо просить. Плюс у нас ужасные дороги в области. И общаясь с губернатором, он сказал, что денег не хватает, ходит тяжелая техника и разбивает дороги. И Богдан, который возит детей из одного села в другой, в школу, становится на техническое обслуживание раз в неделю. И при обращении в Министерство инфраструктуры, они говорят, обращайтесь в Министерство обороны. В Министерстве обороны нет такой статьи расходов, как ремонт гражданских дорог. И вот такой вот замкнутый круг. Поэтому возникла такая инициатива, и уже разработан законопроект, чтобы для наших зон, на нужды наших военных, на ремонт дорог, которые разбиваются нашей военной техникой, оставалась эта сумма 20%. Ну сейчас же деньги на ремонт дорог, они собираются в одну какую-то кучу. Потом тому дали, тому не дали. Вы уверены, что они пойдут по назначению? Опять же, экологический налог, да, казалось бы, его собирают на то, чтобы улучшать экологию, но тратят на что угодно, но не на экологию. Если вы читаете законы и постанова Кабинета Министров, то у нас принята постанова Кабинета Министров о том, что с 1 июля все государственные учреждения, все ведомства переходят на систему Прозора. И мы с вами сможем онлайн контролировать, что покупается, за какую сумму покупается и на что расходуется бюджетный средств. Ну, возможно, возможно. Следующий вопрос. Опять же, вернемся к этим коммунальным услугам. В этот раз они этим летом очень сильное было очередное повышение. Вообще люди с ужасом ожидают зимы. При этом правительство говорит, что это таковы экономические реалии. Нет возможности датировать и так далее. Вы считаете, что... Вот как это можно решать? Потому что это же будет полный коллапс. Это можно решать так же, как мы решали в Министерстве обороны. У нас порядка 30% в Министерстве обороны уходило... Это была коррупционная составляющая. Уходило в кошелек кому-то. Порядка 30%... Я общалась с депутатами, которые занимаются социальными пакетами, социальными законами. Порядка 30% денег продолжает уходить с коммунальных услуг. И это можно решить. Можно решить на законодательном уровне. Можно решить, следя за теми людьми, олигархами, которые владеют у нас нефтедобывающим бизнесом, да? Электростанцией. Это же частные компании, да? Как, они там нарисуются что угодно? Дело в том, что у нас депутаты Верховной Рады указывают нам, Министерству обороны, какие структурные подразделения у нас должны быть, какие не должны. Это тоже не входит в их обязанности. Они тоже не могут решать, как должно работать в Министерстве любое, какие структурные подразделения у него должны быть и какое количество людей в нем должно работать. Поэтому нет ничего невозможного. У меня на кабинете висит табличка со словами «нет, невозможно, не входи». То есть Ахметов, Фьерташ, ночевайтеся? Ночевайтеся. Да, это будет... У нас большая проблема еще с газом. У нас, в принципе, добывается газ порядка 20 миллиардов кубометров в год. Расходуется на нужды граждан 17 миллиардов. Газ, добываемый у нас в Украине, стоит 2 гривни 50 копеек. Но они на нужды граждан наших не уходят. Ну, то есть полная какая-то безнадежность. Вы считаете, что вы это сможете поднять? Как-то и что-то поменять? Нет, люди, которые уже готовы со мной работать, которые работали со мной в этой Верховной Раде и помогали мне с этими законопроектами, которые уже приняты. Поэтому нет ничего невозможного. Было бы желание и желание работать на людей и для людей, а не для себя или для каких-то сторонних лиц. А разрушить вот эту жуткую монополию, которая, наверное, является тоже одной из причин роста цен, как говорят, естественная монополия. Но реально ли ее разрушить и вывести, как в Европе, когда по одним трубам гонят в воду разные компании? Абсолютно это все реально. Еще таких законопроектов у вас нет? Разрушений таких вот монополий? Пока еще нет. Очень жаль. Я пока борюсь с разрушением монополии по поставке продуктов питания во все садики, школы и во все воинские части одних и тех же четырех компаний, хозяева которых, собственно, являются депутатами Верховной Рады. А, кстати, сколько вы сами, ваша семья платит за коммунальные услуги? Мы сейчас живем в одной квартире вместе с родителями, с моими. У меня у мамы есть автономное отопление. Она долго собирала, поставила автономное отопление. Она его просто на зиму выключает и живем мы у меня дома. У меня квартира, ну, я всегда открытый человек, 56 квадратных метров. Вот. И мы живем все вместе, вместе с моим ребенком. И мы платим в отопительный период порядка 600 гривен. То есть вот это вот вы с целью экономии, да, живете вот так все вместе. Ну, вызывает вообще большое уважение. Да, да, да. Вызывает большое уважение, что не пытаетесь нажимать. Все всегда хорошо. Не пытаетесь нажимать на какие-то... Очень помогает, что даже если его... Во-первых, его кто-то ли подписал... Нет, пока. Не один, не один из кандидатов. А вы просто это сказали на пресс-конференции или вы к ним как-то обращались лично? Мы обращались и выслали меморандумы во все штабы. Ясно. То есть никто не готов. Пока нет. Ну, да. Будем надеяться. Каждый сам за себя. Но, говоря о честных выборах, одно из, по сути, единственное обвинение, которое звучало в ваш адрес, это то, что ваша компания была начата до официального старта. Как это вы можете прокомментировать? Ну и, кстати, она выглядела-то в виде бордов на улицах. Кто их оплатил? Я расскажу. Моя официальная компания началась в тот момент, когда я зарегистрировалась в ЦВК. До этого момента я вам вообще расскажу историю людей, которые мне помогают с самого начала АТО. У меня есть люди, которые очень меня поддерживали. Очень поддерживали моих военнослужащих и помогали мне в Министерстве обороны. Мы вместе, совместно добивались поставок техники нашим ребятам, добивались ремонта в казарме. Эти люди, они не бедные люди. Они мои единомышленники. Это люди, один из этих людей, он бывший афганец. А имена? Ну, надо мне сначала у них спросить, хотят ли они или нет. Меня родители по-другому воспитывали. Я не могу дать ничей телефон. Ну, мы же не просим телефон, да, но если вы говорите спасибо, так и по имени. Сергей Иванович. У него есть свой бизнес. И не только он мне помогает. И он работал со мной и помогал мне в разработке некоторых законопроектов, помогал мне с юристами. Это работали не только наши юристы. Он давал своих юристов. Он знает, зачем я иду. И у него болит душа за тех ребят, которые защищают нас с вами. И он мне помог. В тот момент, когда я приехала в город Днепропетровск, плакаты висели буквально везде, где вы их видели. Это вот подарок был. Он взял из интернета мою фотографию. Я не была ни в какой студии, нигде. Это был большой сюрприз. Таким образом, он хотел меня все-таки сподвинуть на этот шаг. Потому что быть волонтером легко, служить в Министерстве обороны тяжело. А служить в Министерстве обороны и идти в Верховную Раду, это совсем другое решение, совсем другой уровень. Но дело в том, что я себе уже давным-давно не принадлежу. Когда я шла в Министерство обороны, я шла служить нашим ребятам, которые сейчас защищают нас с вами. Я иду в Верховную Раду служить людям. То есть вы, когда увидели эти борды, то вы поняли, что все, пути назад нет. Пути назад нет. Обалдеть. А сейчас именно этот добрый человек пополняет ваш избирательный фонд? Ряд людей, включая и моих друзей, которые волонтеры, они из Днепропетровска. Один мой товарищ продал вообще часы пилот, золотые, которые достались ему от дедушки. Он продал их и купил мне палатки. Другой мой товарищ продал машину. У меня, я вам еще раз повторю, ко мне и со мной всегда находятся и приходят очень хорошие, честные, чистые люди, на которых я могу рассчитывать. Которые верят в меня, верят в мою победу и знают, что я их точно не подведу. То есть сколько стоит ваша компания? Вы не знаете, потому что, в общем-то, одни подарки. У меня есть расчетный счет. Расчетный счет, официальный, кандидатский. А, кстати, вы объявляли такой клич в Фейсбуке о том, что люди добрые, помогите мне, пожалуйста, победить деньгами. Сколько собрали? Я собрала, по-моему, порядка 6 тысяч гривен. И эти деньги ушли на те антибиотики, о которых я вам говорила. Для нашей больницы Мечника. А сколько сейчас? Только я это делала без пиара, я это не люблю. Я просто вожу, я просто помогу. Сколько сейчас в вашем кандидатском фонде? Вы можете, он открытый, пожалуйста. Он вообще от банки, можете посмотреть. Банки, банки не отвечают на такие вопросы. Это обращайтесь, пожалуйста, к начальнику штаба. У меня никогда не было пиететок деньгами. Я очень легко рассталась с деньгами, когда знала, что мне надо помогать ребятам. Я не считаю деньги. Мне миллион, миллиард. Я не буду считать деньги. Вы понимаете, каждая компания, которая проходит, она не проходит без денежных затрат. А люди, которые не проводят предвыборную компанию, это технические кандидаты. Это надо понимать. Ну, я думаю, да, тот факт, что во всяком случае есть как минимум, ну, кто-то захотел потратиться, да, на то, чтобы создать ваших клонов, я думаю, что вас, ваши конкуренты воспринимают более чем всерьез. Ну, желаем вам успехов, желаем вам дойти до конца и победить. Спасибо вам большое. 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 Продолжение следует...